Я не буду затягивать время, мы переходим к стартапам. Первый стартап Михаил Ясняк, Safe Place. Михаил, вот ты где. Ваша блесметка, друзья. Давай, зажигай. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Ясняк, я представляю проект Safe Place. Safe Place – это система коллективного видеонаблюдения для автомобилей. Основная идея заключается в том, что видеорегистраторы теперь работают совместно, а водители могут обмениваться записями с них и помогать друг другу. Рассмотрим ситуацию. Мне необходимо получить информацию с перекрестка, на котором разошло ДТП. Сейчас все обращаются в социальные сети с тем, чтобы найти очевидцев. В моей системе достаточно нажать кнопку «Отправить запрос к координатам времени», и все владельцы, которые подключены к системе, могут отправить мне видеоответы. Таким образом, простейшим путем я получаю информацию о перекрестке с разных сторон, все, что мне необходимо. Второй пример системы, который может быть полезен также владельцам. Моя машина стоит на парковке и срабатывает пейджер на моей сигнализации. Сейчас я бегу к машине, смотрю, что же там случилось. В моей системе второй вариант использования – это умный паркинг, расширение пейджера. Система позволяет получить оперативно фотографии из моей машины, из машин, стоящих рядом. Я могу понять, что же там происходит и что мне делать дальше. Могу сказать, что подобная функция появилась этой осенью в моделях 5-й серии BMW, но машина снимает только себя. В моей системе можно установить на любую модель, на любую марку и смотреть все вокруг. Помимо данных функций, у проекта есть еще один интересный социальный эффект. Если посмотреть на системы видеонаблюдения в городе, они все стационарные. В данном случае машины являются интересными мобильными энергетическими платформами для камер. Как только по городу начинает ездить тысяча и больше подобных камер, особенно с учетом развития компьютерного зрения, можно ожидать, что уровень уличной преступности не просто будет падать, а то, что некоторые виды преступления будут исчезать. На сегодня сделан прототип системы для андроида по регистрации, прототип управления системой для владельца автомобиля и также сервис коммуникации, который все это связывает. Конкурентов я вывел в двух плоскостях. Первое – это время, второе – цена. С одной стороны, рынок видеонаблюдения достаточно устоявшийся и большой, с другой стороны, технологии растут, особенно компьютерное зрение. Поэтому я ожидаю здесь трансформации, и сегодняшние лидеры завтра могут уступить тем, кто сегодня активно вкладывается в искусственный интеллект. Поэтому здесь будет интересно. В части финансовой модели я ориентирован на подписки, на продажу специализированных устройств в дорогие автомобили, а также интересная альтернатива – это развитие софинансирования КАСКО, чтобы снижать стоимость КАСКО за счет использования системы. Предложения для инвестиций я рассматриваю как две стратегии. Первое – это продвижение через App Store и ориентирование на дешевые системы видеорегистрации на базе смартфонов. Второй вариант – это борьба на рынке видеорегистраторов. Это более дорогие решения, которые работают в формате 24 на 7, снимают все вокруг. Я много общался с владельцами дорогих автомобилей, им это интересно. Штат команды не раздут, но достаточно опытные специалисты собраны в ней. И сегодня мне было бы интересно узнать ваше мнение о проекте, получить обратную связь как потенциальных потребителей и вообще все, что вы об этом думаете. Спасибо за внимание. Спасибо тебе огромное. Микрофон туда. Мне кликер. -… Продолжение следует...